Карамба ТВ представляет Если на свадьбе от вас сбежала невеста, значит вы плохой жених или просто купили мало водки. Мне немного не хватило, чтобы отрубиться. В обоих случаях виноваты вы. Да и дети, я хочу довезти! Да? Да? Что-то я не услышал от нее вопрос, на который можно было ответить «да». И вообще, как она там оказалась? Решила всех на свадьбе обмануть и сама себя украла? Но на все эти вопросы вам станет плевать, когда вы узнаете, что случилось дальше. Давай! Это было божественно! Такой чистый и искренний смех. И ведь ничего ему не скажешь. Ну кто бы не засмеялся после такого? Никогда, слышите, никогда не пинайте автобусы. Они дают сдачи, даже в ваш самый счастливый день. После комментария водителя все становится на свои места. Я такой пинал себе. Здорово! Свадьба себе! Правда, свадьба? А я-то сразу не понял. Теперь понятно, почему нельзя разговаривать с водителями. Водитель может заговорить с тобой. Чтобы вы не переживали за невесту, она позвонит своему жениху и попросит забрать ее из... Община! Но все это фигня по сравнению с... Мы скоро продолжим, а я подзаряжусь энергией монстра. Энергичная рубрика от монстра. Мамонт изо всех сил старается вернуть свое право быть символом нашей страны. А косолапый явно владеет особым русским стилем. Смех гиен и активная поддержка зрителей побуждают медведя к более активным действиям. Медведь стреляет в телефон у подъехавшей девушки, а мамонт пытается ему вдуть. Но медведь не простил мамонту подобных шуток. Он настоящий монстр, держит любые удары. Собрался силами и оттягал обидчика за хобот. Какое-то странное шоу аниматоров для детей. Зима всегда приходит неожиданно. Но наши коммунальщики готовы к любым сюрпризам погоды. Ответим автопробегом прозгельдейству и бездорожью. Десять человек с лопатой заменяют экскаватор. Потому что они настоящие монстры дорожного хозяйства. Наш ответ на нанотехнологии. Лопата самый продвинутый гаджет. Лопата не требует подзарядки, сложно сломать, не боится воды, а тупо ржавеет. И самое главное, лопатой можно грести не только бабло, но и песок. Думаете будет продолжение? Нет. Продолжение не будет. Потому что в России есть только бесконечное повторение. Наше следующее видео про собаку с очень нелегкой судьбой. Бедная собачка. Ей так тяжело и больно. Ей так жалко. Наверное, злые хулиганы перебили ей позвоночник. И теперь она не может ходить, как все другие нормальные собаки. И судя по набухшим соскам, где-то ее ждут щенята. Это было бы самым грустным видео нашей передачи, если бы не я. Ведь я могу превратить даже такое душераздирающее видео в веселое. Надо просто подложить собачке правильные мысли. Ихи-хи, травописку щекотят, ихи-хи. Не, не так. Это видео было бы самым грустным, если бы не оказалось, что это собака Терминатора. Только не говорите мне, что вы улыбнулись. Как вы можете быть такими бессердечными? Над инвалидами же нельзя смеяться. Это кто вам сказал, что она инвалид? Точно не кобель. Сука. Посмотрите, как ухмыляется. Нельзя же так играть на чувствах людей. Наверняка она таким жалостливым способом себе хот-доги вымогает. А может, это репетиция боевой собаки из фильма «Спасти рядового Райана»? Не той в этом году Оскара дали за лучшую женскую роль. Не той. Это было плюс 100 500. Меня зовут Максим. Пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...